Чао, мои дорогие любители каталога и немедленной прибыли! С вами Светлана Горелова и мое шоу «Меняем стереотипы». Как вы могли догадаться, сегодня речь пойдет о продаже. Я создала это шоу для тех консультантов, которые хотят продавать свои способности задорого, а их хватает только на новую аватарку ВКонтакте или крутой статус в Одноклассниках. И для тех, которые ищут себе клиентов, а находят лишь очередную дырку в стоптанных ботинках и узнают Максу подробностей о себе от незнакомых торгашек на рынке. Я научу не допускать ошибок в общении с клиентами. Сегодня я расскажу, как надо действовать, чтобы в кошельке всегда приятно шуршало. Используй правило номер один. Включи свое обаяние и наладь контакт. Войди к клиенту уверенно, легко улыбнись и доброжелательно протяни каталог. Здравствуйте, Наталья! Посмотрите каталог! По статистике, 43% консультантов совершают массу ошибок прямо с первой сними сообщения. О-о-о! Здравствуй, Наталья Юрьевна! Здравствуй, дорогая! Смотри, я тебе что принесла! Ты посмотри! Я тебе косметику принесла! Новиночки всякие! Ты посмотри! Компания Арифлейм! И помоешься! И мужа отбреешь! И всех отмоешь! И вот этим шейкером что-нибудь намучишь! Можно к вам? Я к вам зайду сейчас. Здравствуйте, Наталья Юрьевна! Я к вам по деловому вопросу, по такому, я вот принесла вам каталог компании Арифлейм. Вы посмотрите! Может быть... Здравствуйте, я вот вам тут каталог принесла, посмотрите! Какие? Ой, да всякие! И Арифлейм, и Эйвен, и Фуберлик! Такие ситуации я называю пришел, увидел и ушел! Помни, что витрина твоего магазина это ты и твой каталог! Девушка, посмотрите, я вам каталог нового принесла, а тут только новиночка у нас. Вы присмотрите, может что-нибудь понравится. Мне нужна помада. Какая у вас? Ой, вы знаете, я вот недавно купала в магазине Влад. В принципе, это нормально, мне понравилось. После налаженного контакта клиент будет задавать вопросы, желая подобрать себе подходящий продукт. Тут вступает в силу правило номер два. Не волнуйся, отвечай лаконично и правдиво. Желательно задавать уточняющие вопросы. Я хочу подобрать подарок для мужа. Вы мне можете что-нибудь порекомендовать? Вы хотели что-то из парфюмерии? Да. Вы знаете, чтобы точнее подобрать аромат, опишите мне своего мужа. Сколько ему лет? Чем он занимается? Ведет ли активный образ жизни? Какие ароматы предпочитает? Многие консультанты слишком буквально понимают фразу правдиво. Я хочу подобрать подарок для мужа. Да что там выбирать? Мужики все пахнут как рангутанги. Бери любой, не ошибешься. Хочу подобрать подарок для мужа. Ой, лучший подарочек это вы. Только у вас такие уже мимические морщины. Вам не мужу надо подарочек выбирать, а себе. Вам срочно нужно приобрести вот этот крем за 699 рублей в каталоге. Самая распространенная ситуация, которая происходит в процессе общения с клиентом, это когда клиент хочет попробовать продукт перед покупкой или увидеть, как говорится, товар ильцом. На картинке красиво, а вот понюхать как. Ой, ну слушай, ну тут же написано, страница ароматизирована. Вот возьми по три и нюхай, понюхай. Вон, смотри, как пахнет вкусно. Что, не нравится что ли? Не нравится? Ой, ну я не знаю, ну давайте вырву страницу. Вырву, вон посмотришь, там понюхаешь дома. Все, чувак. Правило номер три. Имейте при себе сумку с пробниками и продукцию, которая пользуется большим спросом и интересом у клиентов. На картинке красиво, а вот понюхать как. Очень просто. В компании есть пробники на тональные основы, парфюм, крема, помады и шампунь. Вот, послушайте. Мне нужна такая тушь, чтобы мои ресницы были объемными, подкручены и удлиненные. Да она все делает и завивает, и удлиняет, и утолщает. Мне нужна такая тушь, чтобы мои ресницы были объемными, подкручены и удлиненные. Ой, девушка, я вам посоветую такую тушь, как у меня. Я сама ей пользуюсь, я вам могу дать ее, а через два дня заберу. И там мое главное правило. Преследуй выгоду клиента, а потом свою. Ой, ты знаешь, вот эта помада, да это всем помадам помада. Ты прям засияешь с ней, она по-любому тебе нужна. А вот эта тушь, этой тушью не пользуется, себя не уважать. Эта тушь вообще завьет, объем придаст и все такое. А интим гель, это прям средство точно для тебя. Моя практика показала, что после определенного времени общения с клиентом, приходит время завершить сделку. Возьми инициативу в свои руки и произнеси то, что клиент выбрал. Ну как, понравился каталог? Да, с каждым разом все интереснее и интереснее. Ну я пошла? Да, приносите еще. Произведя хорошее впечатление, помни, лучший клиент – довольный клиент. А довольный клиент – это постоянный клиент. Помни про это, и ты добьешься желаемого результата. Некоторые ищут клиентов на стороне, но не всегда в случайной связи дают результат. Аааа! Зачем же под колеса так, блин? Девушка, девушка, все в порядке. Все хорошо, хорошо. Может, скорую вызовем? Да не надо скорую, не надо. Все хорошо. Точно? Ничего не болит, все хорошо, все в порядке. Вы знаете, давайте вот каталог лучше посмотрим. Каталог, что-нибудь присмотрим, закажем. Давайте. Многие при этом забывают, что их окружают родственники и друзья, которые тоже моются. Однако и вообще не с близкими, не все сразу могут найти контакт. Я присматривалась, все смотрю, у меня такие серьезные намерения на тебя. Я знаю, что ты такой классный. Знаешь, я бы тебе хотела посоветовать кое-что. Опси Фрэш, ополадки для рта. Леша, Леша, Лешенька, ты куда? Леша, ты куда побежал? Леша, стой! Итак, подведем итог. Сегодня мы узнали, что в общении с клиентами необходимо быть убедительным, но не навязчивым. Конкретным и коммуникабельным. У тебя при себе всегда должны быть корпоративные инструменты продаж. Ты и твой каталог – это витрина твоего магазина. Самых преданных клиентов ты найдешь среди родственников и близких. Помни, что не стоит злоупотреблять макияжем, кидаться на прохожих и говорить лишнего. И, наконец, если ты хочешь, чтобы у тебя были постоянные клиенты, пользуйся главным правилом. ДКТ-ЧХО – дай клиенту то, что хочет он. И ТПТ-ЧХТ – ты получишь то, что хочешь ты. И напоследок, не забывайте золотое правило Светланы Горелой. Влюбитесь в себя и в свой продукт, и клиент влюбится в вас. Это было шоу «Меняем стереотипы» и я, Светлана Горелая. Чао!